Слово четвертое о судьбе и проведении. Также говорит, мне не тягостно, а для вас назидательно, филиппийцам 3.1. Если же для Павла была нужда беспрестанно наставлять учеников, для Павла, который учил с помощью благодати Духа и властно прогонял врагов, а также уничтожал страдания всех, для Павла, окружаемого почестями, которого слушали все, как бы не шедшего с небес ангела, лучше же сказать, как бы самого Христа. Итак, если для того была нужда беспрерывно говорить одно и то же, то гораздо более для нас, которые не имеем никакой цены. И действительно, назидательно для вас часто слушать об одном и том же, и не только об одном и том же, но и одно и то же об одном и том же. Следовательно, никто пусть не негодует и пусть не думает, что он отягощается с нашей стороны, если мы намерены об одном и том же предмете опять говорить одно и то же. Если бы даже можно было уповать, что однажды услышав это вы удалите от себя болезнь души, то и при таких обстоятельствах не следовало бы отступить, но еще надлежало бы говорить об этом и том же для того, чтобы сделать ваше здоровье прочным и крепким и вас необоримыми, так чтобы вы не впали снова в те же самые слова. А так как мы подозреваем, что у слушателей сохраняются еще некоторые остатки зла, то необходимо и согласно с разумом наше непрерывное относительно этих предметов наставление. И сегодня необходимо сказать, как мы могли бы избежать того. Итак, каким образом мы могли бы избегнуть? Во-первых, с помощью молитв и беседы с Богом. Во-вторых же, с помощью благочестивых размышлений. Если ты увидишь, что будет и что есть в настоящее время, и относительно того и другого произнесешь правильный приговор, то это зло никогда не коснется твоей души. Итак, когда увидишь, что кто-либо богат, не по достоинству, то не ублажай, не подумай, что он достоин соревнования, не суди проведение Божие, не думай, что настоящие дела движутся безрассудно и случайно, потому что такой-то обогащается не по заслугам. Вспомни о Лазаре и богатом. Как один достиг до вершины изобилия и роскоши, хотя был и жесток, и бесчеловечен, и более дик, чем даже собаки. Действительно, если эти имели сострадание, к бедному и служили, не боясь касаться своим языком ран, которые были распространены по всему телу, то тот не уделял ему даже и крошек. По размысли же, как он достиг до вершины изобилия, а тот, бедняк, хотя в действительности богатевший и преизбыточествовавший, спал самую крайнюю бедность и имел недостаток даже в необходимой пище, борясь и с болезнью и с постоянным голодом. И один имел меньше, нежели в чем нуждался, а другой изобиловал богатством свыше меры. Но, однако, тот не изъявлял негодования, не произнес нечестивого слова, не обвинил Бога, не порицал провидения, не приписал случившегося судьбе, не сказал кому-либо и даже не сказал и себе самому, «Я, который не сделал ничего худого даже и по виду, терплю столь великое наказание и переношу крайние мучения, изнуряемый голодом, истощаемый самой тяжкой болезнью, понемногу умершляемый и обезображиваемый, а этот обогащается и роскошествует, живя несчастьями других, глумясь над моими бедствиями, и этого бесчеловечного и незнакомого со страданием, свирепого и жестокосерного, «Бог сделал господином столь великих сокровищ, а меня, который не раздражил его даже малейшим словом, оставил на терзании столь великими бедствиями, как это достойно правосудие, как достойно это промысло и попечение о нас!» Ничего такого не сказал. Поэтому как же не нелепо, когда те самые, которые испытывают бедствия, так благословляет Господа во всем, ты, стоящий вне борьбы, злословишь Бога за то, за что другие настроены благодарно. Тот, кто испытывает несчастье, даже если и скажет какое-либо грубое и неприятное слово, получает снисхождение, хотя и не столь великое, какое другое, но, по крайней мере, очень малое, а тот, кто находится вне несчастья и губит свою душу ради других вещей, какого мог бы быть достоин снисхождения, если злословит Бога за то, за что человек, потерпевший бедствие, благодарит и никогда не перестает прославлять его? Когда увидишь, что праведник терпит несчастье, то вспомни вот этот пример. «Ты не мог бы теперь назвать мне кого-либо более праведного, чем тот человек?» Так это ясно из его терпения, ясно из наград за его подвиги, из того, что он получил в удел первое место у покоения, удостоившись чести вместе с патриархом Авраамом. «Ты не мог бы указать кого-либо, испытавшего больше несчастья, не такого, кто был бы столь пренебрежен. В самом деле, что ты скажешь, когда он не мог насыщаться даже падавшими со стола крошками?» Итак, когда ты видел самую крайнюю порочность, а что бесчеловечнее того, кто не обращал внимания на человека, находившегося в столь великом несчастье, какой порог ты назвал бы, который не был бы соединен с этим? «При том, что могло бы быть изобильнее той трапезы и одеяния, покрывавшая самую крайнюю роскошь и счастье? Опять, когда ты увидишь высочайшую праведность, а что могло бы быть боголюбезнее души, терпящей таковое и благородно переносящее самое крайнее бедствие, что могло бы быть тягостнее голода и болезни столь неизлечимой? После всего этого, какое для тебя, скажи мне, снисхождение, если соблазняешься в остальном, разве дела не ограничены пределами настоящей жизни? Подожди конца, и тогда ты увидишь воздаяние, сообразное с достоинством жизни каждого. Не приходи в смущение прежде наград, прежде венцов. Итак, когда увидишь обоих вошедшими в судилище и выслушавшими приговор, тогда и сам произнеси суждение о каждом. Сколь многие теперь подстерегают на дорогах, сколь многие подкапывают стены, сколь многие разрывают могилы умерших, сколь многие злоумышляли против чужих браков, сколь многие погубили многих припосредствии губительных ядов, разве за это мы обвиняем судью? Никоим образом. Если бы он захватив их для произнесения приговора, отпустил, и человека, потерпевшего зло, наказал, а нанесшего почтил, увенчал его, освободил, то он поистине был бы достойен обвинений самых крайних упреков. Когда же они еще не преданы, и не настало время приговора, и он еще не требует судебных разысканий, то зачем ты преждевременно осуждаешь? Но набежало бы, скажешь, уже здесь воздать наказание за грехи. Пора смыслить человек о той жизни, которую ты провел сам. Войди в свою совесть, и ты переменишь мнение. Не будешь хвалить этого приговора, но прославишь человека любимого Бога за долгу терпения. Если бы каждого надлежало привлекать в суд для наказания за погрешности одновременно с совершением самых грехов, то род наш, давно исторгнутый, не дожил бы настоящее время. Кто скажет, что я очистил сердце мое, и кто дерзнет сказать и очистить от грехов моих? Притча 29. Но когда скорбишь из-за долга терпения Божия, то с тщательностью исчисляй допущенные тобою грехи, и будешь благодарен за то терпение, придя в изумление перед его незлобием. Ты смущаешься и сетуешь, и все наполняешь унынием, потому что такой-то обогащается не по заслугам и пользуется услугами со стороны большинства. А потом ты не слышишь, что говорит псалмопевец? Не бойся, когда богатеет человек, ибо умирая не возьмет с собою и не пойдет с ним слава его. Разве ты не слышишь, что пророк великим глазом взывает, что всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как свет на траве? Разве не видишь, что сама истина дел свидетельствует согласно с изречениями пророков? Разве не видишь, что опыт и конец жизни подтверждают с собой сказанное «Когда умрет человек, то не возьмет всего?» Послушай Иова, говорящего то же самое «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Когда умрет человек, то не возьмет всего. Послушай Павла, любомудрствующего «Ничего мы не внесли в мир, явно, что ничего и не вынесем из него» 1 Тимофеев 6 А ты ублажаешь человека, который не может отсюда вынести ничего такого, что должно помочь ему там, в день, сюда. И какой другой предел несчастнее, какое иное состояние жальче, скажи мне, нежели то, когда человек, живший в большой роскоши, уходит отсюда с наибольшим бесчестием? Ты же, если бы увидел на площади кого-либо владеющего могуществом и высокомерного, пользующегося большой честью в чужой стране, имеющего тунеядцев и льстецов, но по возвращении в отечество лишенного возможности взять что-нибудь из этого нагого, неуважаемого, более нуждающегося, чем нищие, и представляющегося более их презренным, то разве стал бы считать его достойным соревнованием? Наоборот, по этой причине не счел ли бы ты его скорее достойным сожалением и не назвал ли бы несчастным? Это дело и в отношении к богатым. Но есть некоторые люди, которые мы употребим в дело эти слова философии, будучи подчиненными власти своего чрева наподобие свиней и козлов и рабами настоящих обстоятельств, думают, что после переселения отсюда ничего не остается. Другие же хотя полагают, что нечто остается, но предпочитают настоящее будущему. Итак, против тех, которые думают, что ничего не остается, но что уничтожившаяся наша душа не являет никакого разума и полагают, что она не подвергается наказанию, может быть даже смешно ей возражать, как против безумных и сумасшедших. В самом деле, если бы кто во время дня стал сомневаться в том, что налицо, день, и подвергал сомнению то, что признается всеми, то не стоило бы и убеждать такового словом и приводить его к должному мнению. Но однако ж, ради вашей любви побеседуем и с ним. Как даст это Божья благодать? Что говоришь человек, полагая, что после этой жизни нет ничего? Но необходимо сказать, каким образом человека, однажды совратившегося с пути истины, дьявол предает как бы цепи каких зол все более и более злочестивому мнению. Смотри же, он убедил пренебречься ламудрием, справедливостью и иной добродетелью, сделал дурными в жизни, наконец, свыкшимися со злой совестью и старающимися перенести на других наказание за допущенные ими грехи, между тем, как им следовало бы раскаиваться в пороке. Этого они не сделали, но измыслили догмат негодный и преисполненный бесчисленный зол, догмат касательно судьбы. Затем опять опровергаемые насчет этого и принуждаемые допустить, что настоящее ничто, они не спровергают будущее и упраздняют слово о воскресении. Даже если опять опровергнем мы это, то они беззаконствуют, впав в другое учение. Мы, однако, опровергнем то, что под рукою. Уже ли человек нет ничего после этой жизни? И уже ли ты стоишь на стороне этих догматов? Такое пустословили язычники, однако, не воспротивились истине того догмата. Но даже если ты и согласишься с ними, все-таки они допустили некоторую жизнь после этой, также и судебное разыскание, судилище в аду, и наказание, и почести, решения, и приговоры. Даже если ты спросишь иудеев, даже еретиков, даже какого-то ни было человека, он устыдится перед истиной и того догмата. И хотя бы в других отношениях они были различных мнений, но в этом все согласны и говорят, что заслучившиеся здесь, там требуются отчеты. Но ты не хочешь доверять ничему из этого, а однажды, отдавшись заблуждений, ведешь себя бесстыдно. И так ради тех, которые еще живут трезво, необходимо повести речь об этом. Тому, кто признает, что после этой жизни нет ничего, необходимо признать, что нет и Бога. Видишь, что именно я сказал? Что к числу более дурных принадлежат всегда те догматы, которые следуют за первыми, сменяют их собою. Если нет там после этой жизни ничего, то нет и Бога. Если есть Бог, то Он праведен. Если же праведен, то воздает каждому то, что следует по достоинству. Если же после этой жизни нет ничего, то где каждый получит своеобразно со своими заслугами, нигде, обрати внимание, многие, как и сами они наперед согласились, благоденствуют здесь и пользуются почестями не по достоинству. Другие же, живущие согласно с правдой, наказываются. Посему, если нет никакого времени после этой жизни, то праведные умрут потерпевшими несправедливость, а неправедные не по заслугам благоденствовавшими. Если же дело будет обстоять таким образом, то как могла бы существовать справедливость? Необходимо, чтобы было какое-либо время после этой жизни, когда каждому воздавалось бы по заслугам, потому что здесь мы не находим этого. Если же нет времени, то каким образом каждый получит то, что следует по достоинству? А если никто не получает следующего по заслугам, то и Бог в отношении к тебе несправедлив. Если же Бог несправедлив, то не мог бы быть и Богом. Богохульство же да обратится на голову тех, кто вынуждает нас к этому. Смотрите, до какого богохульства дошла эта речь? Но что Бог существует, об этом вопиют самые дела. Он также и справедлив. Если же справедлив, то воздает каждому следуемое по заслугам. А если воздает всякому сообразность его достоинствам, то необходимо, чтобы после этой жизни было некоторое время, в которое каждый получит согласность с его заслугами и получит наказание и будет почтен за свои хорошие поступки. Придем в себя, возлюбленные! Некоторые ведь живут в неведении Бога. Придем в себя, будем бодрствовать! Ты согрешил? Не присоедини еще греха! Ты согрешил? Успокойся! Ты согрешил? Не свяжи своих грехов дважды! Мы же связываем трижды и четырежды, внося в наши души бремя таковых догматов! Ты согрешил? Познай владыку сострадательного, человеколюбивого, благого, врача, снисходительного, легко умолимого, умилостивого! Разве ты не слышал, что некто истратит весьма большое число талантов? И погубив, и уничтожив все господское имущество, когда был готов продать, как свою жену, так и своих детей, нашел избавление и прощение всего того долга, после того, как только пролил слезы, после того, как только коснулся ног господина. Если же ты стал бы говорить, что последний вслед за этим предал его истязателям, то знающий эту историю знает и причину. Тут речь идет об ином плане человеколюбия. И тогда господин, сжалившись, отпустил его, и снова, сжалившись над ним, вверг его в темницу. Подобно тому, как тогда поступил, помогая этому, так и теперь, помогая тому, требовал долг. Для того, чтобы этого научить не быть жестоким, не бесчеловечным, а того, чтобы освободить от насилия и бесчеловечия другого. «Смотрите, возлюбленные, в то время, как я говорил, в меня вошла эта прекрасная мысль. Каким образом, не только корыстолюбие и хищение, но также и недостаток сострадания приготовляет нам гиенну». Этот был предан мучителям не после того, как несправедливо взял чужое, а после того, как бесчеловечно потребовал принадлежавшее ему самому. Именно сказано, что тот был должен. «Но хотя тот был должен, так же и на тебе лежал тот же самый долг, и в том и другом случаях надлежало, чтобы сохранялось одно и то же равенство. Посему тебе он отпустил, дабы показать тебе свое человеколюбие, сделать тебя подражателем Господней кротости. А после того, как получив благодеяние, ты не сделался лучшим, то исправляет тебя другим образом». При посредстве наказания, при посредстве истязания, так что и это – вид благодеяния. Он предал мучителям, чтобы, подобно тому, как поступает прекрасный врач, вырвать из души порог. «Ты не поддался приятному лекарству, для тебя нужен, наконец, железо и огонь. Тот, кто простил великое множество талантов, знал, что ты жесток и бесчеловечен, но он ожидал, что оправдает себя перед тобой исходом дел, а это он часто делает, зная, что поступает справедливо. После того, как оправдал себя перед тобою, он делает это. Так он поступил и в отношении к жителям Содома. Не прямо поставил огонь и не исторгнул тех городов, но что, вопль, Содомский и Гоморский, и не это только, но сойдя, узнаю, посмотрю, и не остановился даже и здесь, но посол ангелов, показывающих тебе порочность, обитателей города, чтобы никто, даже из бесстыдных людей, не мог засловить Бога за то, что надлежало погибнуть людям негостеприимным, бесчеловечным, беззаконным и не знавшим законных требований справедливости, не спровергавшим общие законы природы и преисполненным порока. Что может быть равно столь человеколюбимому и кроткому Богу? Мы, наказывая, часто не находим нужным говорить о причинах, а он, если прежде не научил тебя, если прежде не убедил тебя и не получил с твоей стороны приговора, что он справедливо наводит наказание, то не наказывай тех, которые давно были достойны наказания и мучения и многократно готов давать тебе отчеты и вступает с тобой в суд и не отказывается в судебном состязании. Видишь, что пророки преисполнены этих речей всюду в суды Божьи с людьми и часто поступивших несправедливо самих призывает в суде, а часто призывает для произнесения приговора и тварь, показывая этим, что приговоры делаются открыты для всех сторон. Бог не отказывается призывать в произнесении судебного приговора ни самого противника, ни даже бесчувственную тварь, что именно и мы имеем вовыкновенно делать, когда уверены в своих собственных правах. «Слушайте долины, основания земли, ибо суд у Господа» Мехея 6.2. И опять «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит» Исайя 1.2. «Часто же обращается и к самым тем виновным, люди мои, что сделал я вам или чем оскорбил вас?» Мехея 6.3. «Иеремия, какую неправду нашли во мне отцы ваши?» Иеремия 2.5. «Делает же это он не по отношению к городам и народам только, но часто по отношению к одному человеку. Он судится через посредства пророка с Давидом и предиона и отказавшимся возвести к невитянам защищается через посредства тыквы. «Если ты пожалел о тыкве, то я ли не пощажу Ниневии?» Иона 4.10. И ты найдешь, что Писания преисполнены многими такого рода местами. Итак, зная это, будем поклоняться Ему, удивляться, почитать Его, как то для нас возможно, потому что невозможно в той степени, в какой достойно. Позаботимся о настоящей жизни и будем верить, что Бог надзирает и что всем управляет промысл. И после всего этого и есть возможность, переселившись отсюда, получить обещанные блага, которые, о, если бы удалось стяжать всем нам по благодати Христа, которому слава во веки веков. Аминь.